Всем привет! В этом видео поговорим о том, что американский генерал займется разработкой украинской военной стратегии. Газета New York Times сообщила, что на фоне неудачи украинского контрнаступления американские власти решили взять ситуацию на украинском фронте в свои руки. Пентагон решил направить на Украину американского генерала Антонио Агуте, который займется разработкой новой военной стратегии. Сейчас Агуте помогает украинскому генштабу с немецкой военной базы. В ближайшее время Агуте отправится в Киев и в течение месяца, разработая детали новой военной стратегии. Указанная стратегия будет рассмотрена в начале следующего года руководством НАТО на совещании, которое состоится в немецком городе Висбадене. Американский источник сообщил, что в Пентагоне опасаются того, что украинская армия ввиду сокращения западной военной поддержки может быстро проиграть войну. Новая военная стратегия должна этому воспрепятствовать. Украинская армия должна в будущем научиться воевать с ограниченным ресурсом и урезанным военным бюджетом. Это означает, что никакого современного оружия США и их европейские союзники передавать и его не планируют. Это же означает, что никакого нового украинского контрнаступления в следующем году не будет. Украинская армия, по всей видимости, возьмет пример с российской и займется с Нового года сооружением оборонительных укреплений. Страны НАТО готовы смириться с потерей украинских территорий, которые сейчас контролируются российскими военными. Возведение новых оборонительных рубежей может стать частью масштабного плана по созданию железного занавеса вдоль российской западной границы. Западные военные стратегии, вероятно, рассчитывают на то, что российская спецоперация может быть завершена после полного освобождения областей, вошедших в состав РФ по итогам прошедших референдумов. О расширении территориальных границ спецоперации российские власти пока не сообщали. New York Times пишет о том, что США ставят перед украинской армией на следующий год реалистичную цель, которая заключается в удержании под контролем имеющихся территорий с возможностью совершения диверсионных атак на российские оборонные предприятия, оружейные склады и поезда с боеприпасами и военной техникой.